Всем привет с вами компания 2строителя.рф и я Сергей Кузя. Мы сегодня приехали на очередной объект. Объект 230 квадратных метров. Ребята винтили свайное поле и сейчас приступают к обвязочному брусу. Обвязочный брус, как я уже говорил, когда они его установят, после этого он обрабатывается мастикой. Ну я на самом деле о чем хочу с вами поговорить. В общем объект, немножко расскажу про сам объект. Это двухэтажный дом, как я уже сказал 230 квадратных метров, достаточно большой. Находится он недалеко от города Москва. От МКАДа примерно 3 километра по Киевскому шоссе. То есть очень такой достаточно интересный и, как мне кажется, один из таких дорогих участков. В общем, хотел с вами поговорить о сваях винтовых. Как раз на этом участке сейчас я вам наглядно покажу, потому что здесь есть наш фундамент, которым мы вкрутили не так давно, то есть вчера. И здесь есть уже давнишний фундамент. Год назад заказчица его вкрутила, и вот он до сих пор так и стоит. Вот смотрите, хочу вам наглядно показать. Видите, да, наш, это наша свая. Она вкопана на два с половиной метра. Вот, на два метра, вернее, она вкопана. Сама свая два с половиной. У нас идет оголовок. Оголовок у нас с ребрами жесткости. Видите, он усиленный. А сейчас я хочу перейти как раз, вот я вам показываю нашу сваю, да, с нашим оголовком 250 на 250. А это свая старая. Я не знаю, это не наша свая. Мы не ввинчивали, это заказчица заказывала у кого-то другого. Вот смотрите, здесь оголовок идет 200 на 200. Если заглянуть под оголовок, здесь усиление. Вы никакого не увидите, здесь нет ребра жесткости, здесь отсутствует. И хотел еще немножко оголовки вам рассказать о этом, да, то есть если у нас оголовок идет литой, нет никаких прорезей и так далее, то здесь вот оголовок, как вы можете посмотреть, он вот здесь, в этом месте обрезан, да, то есть вырезан. Не знаю, я считаю, что таким образом, ну, в общем, неправильно, что ли. Как-то так вам скажу. То есть я считаю, что вот, если посмотреть на нашу конструкцию, на нашу свайту, это намного прочнее и надежнее, чем вот в данном случае. Но опять же, выбор делать вам. Я считаю, что вот так правильно. Должен немножко рассказывать о нашем фундаменте. Жарковато стало. Разденусь. Вот смотрите, как вы знаете уже, я часто снимаю видео про фундамент, про саму установку фундамента, да, то есть каждая свая должна быть, должна находиться параллельно. То есть находиться на одном уровне. Каждая свая должна находиться на одном уровне. Как вы видите здесь, вот смотрите, у нас одна свая, и вот где я стою, должна быть последняя свая вкручена, но ее здесь нет. Потому что у нас здесь, получается, уже заложены были коммуникации заранее, да, коммуникации заложены. Здесь было принято решение. У нас, получается, свая смещается. То есть получается, вместо одной сваи вкручиваются две сваи, да, и сверху этой сваи кладется швеллер, дабы положить наш обвязочный брус. Вот для чего кладется вот такого плана швеллер. То есть многие тоже задавали вопрос, а почему, что у вас за швеллера, и почему они там находятся, с чего его взяли, для чего они вообще предназначены. Вот я вам и объясню. Предназначены для обвязочного бруса, если вдруг в данном участке, где должна вкручаться свая, у нас проложена коммуникация, мы двигаем сваи и сверху накладываем наш швеллер. Таким образом мы решаем эту проблему. И это хорошо. Есть смысл этого всего, да, что брус, который у нас будет зарязаться в другой брус, что у него будет стык, получается, на весу. А если вот, как у нас, вы видите, это решение сделано, значит, наше соединение бруса будет как раз находиться на нашем швеллере. И на каком-либо на весу. Потому что, в принципе, я вам объяснял уже, и сейчас еще раз могу объяснить. Вот, например, пойдемте сюда. Вот вы видите брус, да? Вот он, грубо говоря, это сейчас у нас... Это сейчас у нас просто брус лежит, так сказать, его просто положили, его будут здесь обрезать. Но многие, вот, например, я смотрел, да, останавливался, проезжая мимо строек, смотрю, останавливаюсь, смотрю на обвязку и вижу такую конструкцию. Вот, значит, у нас свая, да? И вот так вот лежит брус, здесь выпиливается и кладется следующий брус, да? То есть накладывается второй брус и идет дальше. То есть получается, что соединение бруса получается на весу. А этого ни в коем случае делать нельзя, потому что может быть провисание. Поэтому все соединения должны быть только на оголовке, грубо говоря, на нашей сваре. Поэтому оголовки и делаются для того, чтобы два бруса в этом месте соединялись. Хочется еще сказать, по данному объекту мы будем снимать достаточно много видео, достаточно много материала мы снимем, вам покажем. Соответственно, если есть какие-то вопросы, задавайте, пишите. На все постараемся ответить. Вот. Ну, когда ребята, значит, начнут укладывать уже перекрытие первого этажа из панели 224, как вы уже знаете, да? Я обязательно приеду на съемку и вместе с Дмитрием мы это снимем и покажем, как все-таки собирается помп первого этажа на нашем объекте при строительстве из СИП-панели. В данный момент я хотел вам показать и рассказать немножко про наш лес. У нас сейчас как раз идут дожди, сейчас вышло солнышко, но вы видите, да? Почва вся влажная, потому что две минуты назад шел дождь. Вот наш лес, как если вам будет видно, у нас он упакован в трех частях, разбросан по участку, так сказать, да? Он у нас везде упакован. То есть у нас лес не лежит открытый, на улице не валяется, он лежит у нас собранный, аккуратно сложен и весь накрытый вот такими тенами, непромокаемыми. Поэтому лес для нас это очень важно, и мы следим за нашим лесом, чтобы его качество было наилучшее. Кстати, ребят, если есть какие-то вопросы или есть какие-то пожелания по видео, вы можете их оставлять в комментариях под видео. Ну и, соответственно, если вам видео понравилось, ставьте лайки. Всем пока, с вами была компания 2строителя.рф и мой ближайший друг, и в данном лице видеооператор, и Дмитрий Юник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова